привет мои дорогие подписчики и гости канала с вами опять ярослава сегодня вот самый популярный вопрос наверное в соцсети которые люди задают себе и друг другу до каких пор нам тут сидеть заточение да кто уже сейчас сидит на карантине спрашивает задает себе вопрос до каких пор нужно сразу наверное оговориться что смысл всего того что происходит той ситуации в которой мы оказались он даже не в том чтобы отсидеться это не как бы не входит в исправление человека вот та система природы которую мы с вами говорили в предыдущих роликах система отдачи отдачи любви которые мы противоположны она запирает нас сейчас по разным вот таким маленьким ячейкам не просто для того чтобы нас друг от друга изолировать хотя это уже как мы видим по в природе это отражается как огромное благо да она очищается очень много вот такой шелухи таких наносных какой-то наносной деятельности отпадает это естественно все приходит на благо человеку но вот этот вопрос до каких пор но это зависит от нас это от нас напрямую зависит потому что вот это наше сидение дома это не просто смысл не в том что мы пересидели до чтобы мы опять ждали вот как мы ждали во что выльется наше эгоистическое взаимодействие ну вот она вылилась именно потому что мы ждали когда нужно было действовать но сейчас мы не будем оглядываться назад так вот сейчас мы в таком положении находимся до тех пор пока мы не осознаем что мы противоположны интегральной силе природы и вот это наша противоположность она потребует конечно же от нас изменение парадигмы изменение сознания просто чтобы у нас в голове я через вот эти наши страдания в заперти это действительно очень милосердные страдания вот то что нам организовала природа сейчас это от воистину это прямо в милосердие это я не знаю какой подарок мы бы дошли действительно до мировой войны который все уже так говорили знаете с облегчением может быть мировая война вот и мы сидим сейчас вот такой вот заперти ровно до того момента пока мы не осознаем свою противоположность и что же нам делать как нам действовать первое да это то что мы сейчас обездвижены второе то что мы должны как-то осознать каждый в одиночестве переваривает то что происходит вообще сейчас с ним задают себе какие-то важные вопросы до вплоть до того что сейчас много многие люди которые были заняты там погоней за деньгами да за почетом они сейчас задают себе вопрос а в чем смысл моей жизни что эти бумажки эти нули да на счетах когда вот сейчас деньги раздуваются обесцениваются это происходит все момент так вот наше сидение дома да вот это осадов которые мы попали она должна стать очень продуктивной и это зависит конечно же напрямую от нас причем когда я говорю от нас это никак в каком-то затем это зависит от нас значит ни от кого не зависит опять же я подожду от нас значит там сергей иванович пусть подумает я подожду пока он решит там марь петровна как-то они там и сама мне они уже готовы решением нет так не получится сейчас действительно ответственность каждого и ответственность сейчас равно шанс если я беру ответственность у меня есть шанс вот все так просто чем же нам заняться вот в этой осаде которые мы оказываемся сейчас действительно нам нужно продуктивно провести это время и это время можно проявить и именно поиски того как будет выглядеть нашим после коронавируса это звучит тоже мало как бы вероятно да не очень здраво но это зависит от нас вы видите прекрасно что они политики не справляются да не что сейчас вот человеку раскрывается что ничто не может ему помочь вот таких условиях мы оказываемся что действительно каждый вот просто задает себе вопрос что я здесь делаю зачем я да и как мне выбраться из этого положения поэтому конечно у нас есть способ до как баллистическая такая методика которая называется метод круга метод круга когда 10 человек встречаются на какой-то виртуальной платформе и начинают вживую придумывать раздумывать анализировать как нам дальше жить все очень просто это совершенно не какое-то ну как пустое пустословие да когда вот мы ну поговорили мы этим формируем действительно нашу реальность мы этим формируем себя к ней да мы выходим из вот этого замкнутого какого-то своего вот такого который проявился как вот такая замкнутую смерка погружаемся в другого и там черпаем силы это же ведь духовные силы духовное действие вся наша энергия на жизнь она находится в других людях мы сейчас это раскрываем это вот буквально до насколько обесточен человек который не находится в доброй связи с другими он просто обесточен он депрессия он ходит по потолку вот и своей маленькой конуре в этой камере в котором так поэтому вот эти круги это очень классное средство это средство которое пришло к нам настолько издревле да ну как минимум этой методике 6000 лет она действительно нашла во многих культурах отражение вот это индейская давать недавно мне друг рассказал из америки индейской вот это круг то трубка мира когда собирались круг круг это то где все равны где каждый говорит по очереди и все слушают это действительно за этим будущее там рождаются решения потому что круг позволяет выйти человеку на следующий уровень на более высокий уровень и оттуда посмотреть на решение проблем которые остались на предыдущем уровне это даже кто это был энштейн до говорил когда что ни одна проблема не решается на том уровне на котором она находится только с более высшего уровня из общности из вот этой как бы совершенно из различных людей для из различных мнений вот то что мы ткём вот это вот как бы полотно оно и является холстом на котором мы пишем новую жизнь я вас обнимаю если вы хотите подробнее узнать о кругах вы можете узнать это на наших курсах курсах основы науки каббала я надеюсь что вы найдете там новую реальность новую реальность которая не удерживает вас которая позволяет вырваться эти из этих четырех стен и увидеть совершенно новый мир обнимаю вас удачи пока а